Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Марина, мне 27 лет. У меня такая проблема, я не могу найти работу вот еще полгода. У меня два высших образования, юристы и переводчик, английский и греческий язык. Вот уже полгода еще работаю, но никак не получается. Хожу на собеседование, но успехом это не увенчивается. Работала по специальности помощником нотариуса три года, а также начальником отдела контроля качества поддержки клиентов в греческой компании. Достаточно неплохо зарабатывала, но на данный момент дохода нет никакого, мотивация падает, уже нет силы искать работу. Так как везде отказываю, думаю, он может переполифицировать какую-то другую сферу, но там опять-таки для этого нужны время и деньги. В общем, я в тупике и не знаю, что делать. В первую очередь, я рекомендую вам изучить психологическую игру Тупик. Она так, в принципе, и называется. Это первое, что вам нужно сделать. Ну, забегая чуть вперед, я могу сказать, что речь, конечно, идет о том, что... Судя по всему, вы берете на себя слишком много. Вот. То есть, психологическая игра Тупик. Связана с состоянием, когда человеку хочется, ну, давайте назовем это так. Человеку хочется какого-то релакса. Вот. То есть, человеку хочется, чтобы, например, ну, допустим, решили что-то за него. Человеку хочется, чтобы не он сам решал. То есть, это история про такое вот, знаете, ну, это история про своего рода, вот, если угодно, да, это история про, ну, знаете, про переутомление. Про переутомление. Вот. И, соответственно, ваша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы увидеть, а что же вас так напрягало в вашей деятельности, который вы занимали, и отдавали ли вы себе отчет в том, что, ну, вот, в том, что вас это напрягало как-то. Второй момент заключается в том, что, бам, вам, значит, ну, вы получаете откат. Вот. Значит, что здесь происходит? Здесь происходит то, что вы продвигаете какую-то такую мобиль поведения, которая вызывает отторжение у работодателей. Вот. А что нужно здесь сделать? Да, в общем и целом, ничего особенного. Провести анализ, посмотреть, проанализировать вашу поведенческую модель. Вот. То есть, ну, чтобы вот как-то вы смогли увидеть сами, что именно вы делаете, как именно вы действуете, как именно вы поступаете, вот, и, соответственно, после этого я думал, что ситуация будет у вас меняться. Одним из ключевых моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, какое именно значение для вас, значение, если угодно, смысл представляет из себя работа. Буквально, вот прям буквально, какое значение для вас имеет работа. Идет ли речь здесь исключительно о выработке денег? Или речь идет о чем-то еще? Помимо этого. Что слышат работодатели, когда вы устраиваетесь на работу, ну, когда вы приходите на суббитрование? Вот. Что они слышат? Какое они слышат месседж от вас. Вот. Вот это очень важный момент. момент. Когда вы для себя увидите содержание этого, ну, этого месседжа, скажем, скажем так. Я думаю, что ситуация будет, опять же, изменяться, потому что, на мой взгляд, ваш месседж не соответствует тому, как вы себя ведете. То есть, вполне вероятно, что ваш модель поведения отличается от того сообщения, которое вы транслируете. То есть, это такая вот, получается, как бы, несколько, ну, знаете, может быть, неосознанность вашей. То есть, вот, ну, то, что вы какие-то элементы, да, получается, не осознаете. Вот. Вот. Ничего страшного, конечно же, в этом нет. Вот. Все это корректируется. Вот. Поэтому, выбирайте, значит, себе психолога, да, выбирайте себе специалиста, вот, и начинайте работать. Я думаю, что, вот, только так вам можно будет адекватно помочь, конечно же. Вы пишете про тупик, и я повторюсь, что тупик здесь нужен, именно нужен вам в контексте регресса. То есть, для вас это, вот, такой, вот, способ регрессировать. Вот. Но, регрессировать, эм, человеку нужно, тогда, когда, в общем и целом, есть напряжение. Тогда для человека нужно, эм, ну, тогда у человека появляется необходимость регресса. Вот. Поэтому, ваша задача, как раз таки, увидеть, от чего вы бежите в, э, регресса. Вот. Собственно, в тупик. От ответственности, от неудачи, э, э, ну, возможно. Ну, в смысле, вот, перспективы, неудачи. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. И я желаю вам всего самого доброго. Прекратная связь. На vigilацию.